Для того, чтобы вырваться из-под власти абьюзера, для начала следует разобраться, а как же люди под эту власть попадают. Приветствую вас, мои дорогие. Меня зовут Юрий Пузыревский, и в этом видео, это видео не будет коротким, мы разберем, как формируется зависимость между жертвой и абьюзером. И есть такая хорошая поговорка, что мы женимся на хороших, а разводимся с плохими. Или мы начинаем отношения с хорошими людьми, а расстаемся с плохими. И казалось бы, есть какая-то справедливость в этих выражениях. В чем здесь смысл? Что прошло какое-то время, и человек со временем изменился и стал просто невыносимым. Стал вас тиранить, стал относиться к вам нехорошо. Но это далеко не так. Давайте разбираться, как это обычно происходит. Когда вы заводите отношения с каким-то человеком, не важно, мужчина, женщина. Кстати, хочу отметить, что женщины тоже бывают абьюзерами. Поэтому здесь мы будем называть вещи своими именами. Есть абьюзер, есть жертва. Не важно, это мужчина или женщина. Обратите внимание на этот график. На этом графике есть время. И на этом графике есть эмоции и чувства. И допустим, вот час икс. Когда вы познакомились с этим человеком. Когда вы познакомились с этим человеком и начинаете с ним общаться, он будет какое-то время качать вас на эмоциональных качелях. Но эти эмоциональные качели будут такими легенькими. Они будут находиться больше в позитивном спектре, нежели в негативном. Познакомились. Человек вам поднял настроение. Общаетесь на подъеме. Все хорошо. Через какое-то время может происходить небольшой спад. Дальше он будет опять поднимать вам настроение, чувства, эмоции. Дальше будет опять какой-то спад. И в принципе это все в пределах нормы. Все допустимо. Вот такие качельки происходят. Все нормально. Все казалось бы хорошо. Но в какой-то момент времени этот человек, с которым вы начали общение, может очень сильно измениться. И начать уже вас качать очень сильно в негативную сторону. В отрицательные эмоции, в отрицательные чувства. Потом он будет вас приподнимать, опускать, приподнимать, опускать. Что произошло? Самое интересное, что происходит это, во-первых, в определенный период времени. То есть какое-то время вы общаетесь с ним как с абсолютно адекватным человеком. Но когда он уже обрел над вами власть, мы сейчас разберемся, как он это обретает. Он начинает уже проявлять свои садистические способности намного ярче. Как же абьюзер получает власть над своей жертвой? Что он делает? Он делает это совершенно незаметно. Это один из признаков. Он ограничивает круг общения. Он старается сделать так, чтобы вам ни с кем не хотелось общаться, кроме него. Чтобы он заполнял все ваши возможные потребности в общении. Ограничивает круг друзей. Если вы, женщины, допустим, дружили раньше с мужчинами, он будет проявлять ревность и показывать. И вы будете думать, что это хорошо. Он же меня так любит, раз он меня так ревнует. Хотя на самом деле это не совсем здоровая история. Как еще абьюзер может получать власть над жертвой? Он может вызывать финансовую зависимость. Обычно в семьях такое часто происходит, где, допустим, муж или жена, в зависимости от того, кто является абьюзером, а кто является жертвой, имеют контроль над финансами. Условно говоря, мужчина хорошо зарабатывает, а женщина, к примеру, сидит дома с детьми. Он может осуществлять свое влияние на жертву, в данном случае жену, с помощью лишения денег на какие-то личные вещи, ну и так далее, и так далее. Дальше. За счет чего еще абьюзер получает власть над жертвой? Он делает все таким образом, что помощь, любая помощь, материальная, моральная, становится труднодоступной. То есть, условно говоря, жертве просто не с кем поговорить, некому пожаловаться и не у кого попросить помощи, заручиться какой-то поддержкой. Также абьюзер формирует чувство одиночества. Он это не только формирует, но он еще и внушает. Он старается любыми доступными способами жертве внушить, что она одна на белом свете. Одиночество. Ну и, соответственно, беспомощность. Беспомощность это тоже инструмент абьюзера. Он старается внушить, доказать и показать жертве, что жертва является беспомощным существом. Как это происходит? Да, в принципе, достаточно просто. Допустим, мужчина может иметь какие-то связи, контакты, и жертва не имеет возможности даже там банально, не знаю, загнать автомобиль на автосервис. Потому что не знает, как это, потому что этим всегда занимается абьюзер. И он с помощью этих вещей, банальных вещей, может манипулировать. К чему я это все рассказываю, спросите вы. А потому что вот эти вещи, которые формируют власть абьюзера, они начинают очень сильно и резко проявляться, когда он достиг уже 100% контроля за этими вещами. То есть именно в этот момент, когда человек вдруг начинает резко себя вести неадекватно, либо не так, как он себя ввел, это значит, что абьюзер уже достиг достаточного уровня контроля над этими всеми вещами. Ограничил круг общения, контролирует финансы, сделал помощь труднодоступной. Также внушил чувство одиночества и беспомощности. Вот когда он за этими вещами имеет 100% контроль, или около того, он начинает понимать, что жертва в его власти. И здесь он может начать себя вести уже по-другому. Бывает и другой сценарий. Бывает другой сценарий, он более тяжелый, он более хардкорный, когда абьюзер, условно говоря, это и есть наша точка знакомства, где он сразу начинает качать вас на качелях. На таких более-менее одинаковых. То в плюс, то в минус, то в плюс, то в минус. То в плюс, то в минус, покачал, покачал. А здесь он уже начинает вести себя жестко, неадекватно. И, соответственно, после того, как он приобрел 100% контроля за многими сферами вашей жизни, он начинает уже открываться и проявляться. И нам может казаться, что человека как его подменили. На самом деле его не подменили. Потому что здесь есть один нюанс. Здесь есть одна важная особенность. Что этот человек, он не стал таким резко. Он таким и был. Но какое-то длительное время, причем это длительное время может продолжаться год, два, может даже больше. Ну, в среднем от полугода до года. Пока он формирует у вас доверие. Есть одна очень важная вещь. Что еще до того, как вы познакомились, у абьюзера была какая-то психологическая травма. Что это значит? Скорее всего, в детстве у него есть какая-то серьезная психологическая травма, которая не разрешена. И вы еще на начальном этапе общения, если вы являетесь жертвой абьюзера, где-то зацепили эту психотравму. Другими словами, зацепили абьюзера. Прям зацепили. Я не говорю, что вы это делали специально. Так получилось. Вы могли обронить какую-то фразу, которая не имела для вас никакого существенного значения, но просто сложилось так, что вы попали в его психотравму. Сейчас приведу несколько примеров, как это происходит. Например, вы случайно его высмели. Ну, допустим, человек вам рассказал о каких-то своих целях, о каких-то своих планах. А вы посмотрели на этого человека, посмотрели на его планы и высмели его. Просто посмеялись. Да-да-да, прикольно, но, наверное, для тебя это невозможно. И вы эту фразу могли сказать абсолютно просто вскользь. Но самая большая проблема, что эта фраза попала в его психотравму. И самая большая проблема, что эта фраза попала в его боль. И тем самым вы его зацепили. То есть его колбаснуло. Давайте назовем это так. Вот еще один пример. Допустим, девушка познакомилась с каким-то молодым человеком. Молодому человеку понравилась эта девушка. Но эта девушка не рассматривала этого молодого человека как потенциального своего спутника жизни. Они общались, встречались, ходили в кино. И она в какой-то момент ему сказала, «Слушай, ну вот ты прикольный чувак, но я могу с такими, как ты, только дружить». Во френд-зону добавили. И это тоже может являться тем триггером, который зацепил абьюзера. То есть девушка показала то, что она всерьез этого человека не рассматривает. И сейчас мы переходим к мотивации абьюзера. Для чего ему проводить долго этот путь? Для чего ему так долго притворяться перед кем-то, чтобы завоевать доверие и получить стопроцентный контроль над всеми сферами жизни этого человека? А именно потому, что в большинстве случаев, когда-то, случайно, сами не осознавая того, жертвы попадают в какую-то болевую точку, в какую-то психотравму своего абьюзера. И тогда у абьюзера зарождается чувство мести. И чувство доказать, что с ним так поступать не стоит, что с ним так обращаться нельзя. То есть очень часто психотравма детского абьюзера является его такой серьезной мотивирующей силой и серьезным таким мотивом для того, чтобы проучить жертву, для того, чтобы загнать ее, унизить. Поэтому давайте сразу договоримся о том, что этот человек не стал таким. Он не стал таким спустя какое-то время. У него была психотравма. И жертва очень часто случайно в нее попадает, цепляет за эту психотравму, сама не осознавая того. И человек ведет себя, в принципе, нормально, чуть-чуть качая на эмоциональных качелях, как вел бы себя абсолютно нормальный человек. Но в какой-то момент он резко меняется и становится невыносимым и начинает уже издеваться, условно говоря, над жертвой. И тогда жертву действительно становится жалко. Почему я рассказываю про психотравму? Потому что абьюзера очень тяжело назвать здоровым человеком. У него есть какая-то неразрешенная прошлая проблема, есть какая-то неразрешенная боль. Почему? Потому что если бы у него не было психотравмы, если бы у него не было какой-то боли. Давайте вернемся к примеру, где, допустим, парню понравилась девушка, но она там задвинула его во френд-зону. Человек без психотравмы, адекватный человек, у которого все детские проблемы решены, залечены. Что бы он сделал? Ну его отшили, он бы пошел искать дальше себе другую спутницу жизни. То есть он бы сильно не расстроился, ну и пошел бы продолжать свою жизнь дальше. Не насилуя ни себя, не насилуя его. Но так как у абьюзера чаще всего есть какая-то серьезная неразрешенная психотравма, это его цепляет. И в этот момент происходят чудеса. Смотрите, абьюзеры, они очень коварны, они очень последовательны. И они очень сильно долго готовы терпеть для того, чтобы завоевать доверие. Для того, чтобы получить полный контроль над жертвами. Ну допустим, девушка отшила парня, сказав, что я никогда не буду встречаться с парнем, у которого нету машины. К примеру, могла такая ситуация произойти? Абсолютно могла. И это могло зацепить абьюзера. И что он будет делать? Он будет стараться. Он будет зарабатывать больше денег. Он купит себе машину. Он будет встречаться с этой девушкой. И девушка будет видеть, что этот человек действительно старается. И у девушки может даже эго возрасти. Вот я ему тогда сказала, что я никогда в жизни не буду встречаться с этим человеком, у которого нет машины. И вот он ради меня, ради меня он начал стараться. Ради меня он начал меняться. И ради меня он приобрел машину и сейчас старается дальше. А в какой-то момент превратился в жесткого тирана и насильника. Вот это коварная ошибка. Не ради вас, а ради того, чтобы получить контроль над вами. Напоминаю, что абьюзер всегда играет в долгую. А теперь разберемся, как он играет. Он старается влиять на психокомплексы жертвы. Что это значит? У нас у всех есть определенные психокомплексы. Это стыд, это вина, это профессионализм, это мужественность, это женственность, это неуверенность в себе или страхи. И в каждом из этих психокомплексов он может влиять на вас в обе стороны. Как в плюс, как и в минус. Ну допустим, если у вас сильно развиты страхи, он начинает поднимать вашу самооценку и показывать, что вы смелый человек. Да, приподнимает вас немножко. А допустим, в какой-то другой сфере может вас приопускать. Ну, к примеру, периодически навязывать любым доступным способом чувство вины. Что-нибудь скажет такое, что вы начинаете испытывать чувство вины. Приопустил, а потом опять приподнял на каком-нибудь другом психокомплексе. Например, сказал, что вы классный профессионал. А потом опять приопустил, вызывает чувство стыда. Допустим, рассказывает, что в какой-то степени вы чуть-чуть не совпадаете с его ожиданиями. А потом опять приподнял. Например, сказал, что вы очень женственная и хороша в постели. Здесь важно понимать, что любой абьюзер, он имеет возможность воздействовать на ваши психокомплексы разными способами. Ключевая идея этого видеоролика, чтобы вы запомнили одну очень важную вещь, что человек, который сейчас является для вас абьюзером, который издевается над вами, который вас угнетает каким-то образом, он не стал резко таким. То есть был какой-то определенный путь. У него была психотравма, скорее всего вы в эту психотравму попали. Он, как говорится, закусил, затаил обиду, притворился нормальным и долгое время мог таким образом притворяться. Потом он получил 100% контроль над вашей жизнью, а потом он уже начал играть в открытую и начал вас раскачивать дальше. Если бы абьюзер сразу себя вел как абьюзер, если бы он сразу подавлял, если бы он сразу издевался, то вы бы с ним не пошли в отношения. Давайте это признаем, что если человек сразу резко ведет себя неадекватно, то вы такого человека начинаете избегать и начинаете его сторониться. А так как вы, не подозревая того, думали, что вы общались с нормальным человеком, абьюзеры умеют наклеивать себе на лицо маску. Порой делают это очень успешно. Но по прошествии времени они начинают завоевывать над вами контроль. Как распознать абьюзера на начальном этапе отношений? Очень важно обратить внимание на такие вещи, как этот человек, с которым вы, возможно, начинаете строить отношения, ведет себя в отношении вашего круга общения. Абьюзер, он, как правило, достаточно ревнив. И некоторым людям это нравится. О, он так меня ревнует, значит так любит. Ни хрена. Он так ревнует, потому что он неадекватен немножко. И он старается ограничить ваш круг общения. Поэтому обратите внимание, что, во-первых, ревность. Во-вторых, как он относится к вашим друзьям. Неважно, мужчины это или женщины. Как он в целом взаимодействует с вашим окружением. Если он старается делать таким образом, чтобы ваш круг общения становился меньше, то это уже первый звоночек о том, что вы, возможно, можете общаться с человеком, который является таким скрытым абьюзером. И в этом ничего такого нет. Здесь нужно просто присматриваться. Также обращайте внимание, если он начинает брать за вас финансовый контроль. Начинает за вас везде платить. Начинает вам покупать что-то. Начинает вам оплачивать учебу, образование, жилье и так далее. То есть он захватывает финансовый контроль. Это тоже признак того, что человек пытается захватить власть в финансовой сфере над вами. Также на что следует обратить внимание? Следует обратить внимание на то, как он вам помогает. Почему? Потому что абьюзер очень часто может обставить свою жертву такими обстоятельствами, где он как бы не дает сделать жертве что-то самостоятельно. Ну допустим не дает вызвать автопомощь, не дает возможность загнать машину на автосервис, не дает возможность вызвать какого-то мастера. А все это делает сам. И причем выглядит это все как забота. Это реально выглядит как забота. Но в конечном итоге может оказаться так, что он столько всего за вас решал не для того, чтобы вы были окружены заботой, а для того, чтобы вызвать у вас ощущение выученной беспомощности, как будто вы ничего не можете. И конечно же он работает над вашим чувством одиночества. Он создает такое у вас впечатление, что вот когда этот человек рядом с вами, вы себя чувствуете востребованным или востребованный, живым человеком, другими словами. А когда этого человека нет, даже если вокруг вас есть много других людей, вы начинаете испытывать одиночество. Это те признаки, по которым можно распознавать абьюзера. Почему порой бывает нелегко выйти из-под власти абьюзера? Ведь находиться в этой власти очень тяжело. Он может вас очень сильно прессовать, очень сильно может вас подавлять. Но почему мы не выходим из этих отношений? А вот почему. Потому что был период, где этот человек вел себя хорошо, где этот человек вел себя адекватно. И первое, что не дает вам выйти, это надежда. Потому что у вас есть надежда, что этот человек может быть адекватным. Более того, он периодически вам эту надежду подпитывает. Он периодически себя ведет адекватно. Он периодически старается. Он периодически, воздействуя на ваши психокомплексы, может вас поднимать до небес. И вам, конечно, было бы здорово, если бы он всегда себя вел хорошо. Условно говоря, если бы вот эту часть нашего графика мы убрали, если бы он в эту часть графика не опускался никогда, то это было бы похоже на хорошего человека, который периодически себя ведет плохо, который периодически может быть не в настроении, но он не бывает в неадеквате. Это и есть ключевая проблема. Почему жертвы очень часто не могут выбраться из-под этого влияния самостоятельно? Потому что есть надежда. А вдруг он изменится? А вдруг он станет нормальным? И важно осознать, что вот эта условная нормальность, она была в период, когда он завоевывал ваши доверия и брал под контроль вашу жизнь. Вот тогда он был нормальным. Но на самом деле это была маска. Эту маску он сейчас снял. Дорогие друзья, если вы хотите разобраться хорошо в себе, если вы хотите разобраться лучше в поведении других людей, обрести инструменты влияния на других людей, смены убеждений, работа над своим состоянием, я приглашаю вас на свой онлайн видеокурс. Совсем скоро на него будет подниматься стоимость. Этот продукт стоит того, чтобы вы его хотя бы изучили. Просто перейдите по ссылке, посмотрите программу, посмотрите о чем это и зарегистрируйтесь, если вам эта программа покажется интересной. И вам нужно осознать, что он никогда не изменится. Он может лишь измениться, если осознает свою проблему, осознает, что он действительно этим занимается, и он захочет это делать. Это один случай из ста. И сейчас, мои дорогие, если вы являетесь жертвой абьюза, я не говорю, что вы все, но возможно вы когда-то в той или иной степени встречались с этим, если вы захотите переслать этот видеоролик абьюзеру, под властью которого вы находитесь, я вам категорически запрещаю это делать, потому что вы тем самым выдадите себя. Как вы это сделаете? Вы ему пришлете этот ролик и скажете ему, слушай, так ты абьюзер, тебе надо лечиться, тебе надо с психологом, с психотерапевтом поработать. И здесь описано все его поведение. И представьте, когда он увидит этот видеоролик, что будет с вами. Поэтому если вы находитесь под властью абьюзера, этот ролик ему отправлять не надо. А если вы знаете других абьюзеров, но вы не являетесь жертвой этих абьюзеров, вы можете поделиться с ними этим видеороликом, и возможно он задумается над своим поведением, и возможно начнет предпринимать какие-то изменения. Но чаще всего это не так. Чаще всего этот абьюзер даже не будет смотреть этот видеоролик. Мы остановились на надежде. Нужно признать себе, что вы вляпались в это. Ну, по-честному. Но это нездоровые отношения. И первый шаг для того, чтобы выскочить, нужно осознать. То есть я вам уже зарисовал схему, как это происходит, как это работает, на какие психокомплексы он воздействует. Описал, как он получает над вами власть. И описал, как он себя ведет. И знание этой схемы, оно уже вам дает 50% успеха, потому что многие жертвы абьюза просто не знают, как они там оказались. Они не знают, как они очутились в этой нехорошей ситуации. Первый шаг сделан. Если вы досмотрели это видео до этого момента, то вы уже, можно сказать, на 50% исцелились. А вот вторые 50% они будут достаточно серьезными, и вам нужно будет очень сильно поработать над собой. Чтобы осознать, что именно вас держат в этих деструктивных, насильственных отношениях, вам нужно будет задать себе два вопроса. Первый вопрос звучит так. Что произойдет нехорошего, если этого человека в моей жизни не станет? Ну, допустим, если вы от него уйдете, либо если вы предложите ему уйти. И здесь начнут лезть все ваши психокомплексы, которые вам внушили. Например, если уход от абьюзера связан с разводом, такое часто бывает, вы можете продолжать оставаться в этих деструктивных отношениях из-за страха осуждения. Что же обо мне скажут люди? Вот я рекомендую прямо сейчас взять лист бумаги и записать этот вопрос. Что нехорошего произойдет или будет происходить, либо начнет происходить, если этого человека в моей жизни не станет? Либо если я от него уйду, либо если я попрошу его уйти из моей жизни. И начните выписывать. Кто меня такой полюбит? А я же одна из двумя детьми. Причем это свойственно даже и мужчинам. Иногда мужчины не разводятся, потому что они считают, что если он уже был женат, то он уже какой-то бракованный. Почему они так считают? Потому что абьюзер, в данном случае женщина, либо мужчина абьюзер, они умеют внушать вот эти нам деструктивные установки. Например, женщина абьюзер может своей жертве, мужчине, сказать, ну иди, иди, погуляй, побегай, посмотрим, кому ты нужен со своими там недостатками, со своим нежеланием вставать по утрам, со своим алкоголизмом, еще с какой-нибудь фигней. Они вот таким образом внушают, ну иди, иди, побегай. Кстати, по статистике, жертва к абьюзеру возвращается до 7 раз, прежде чем исцелиться. Поэтому эта зависимость очень сложная, очень комплексная. Продолжайте выписывать, что нехорошего случится, если в моей жизни не станет этого человека. Например, может прийти ответ, а где же я буду брать деньги? У меня тогда не будет денег. Или, а кто же меня будет принимать с такими изъянами, как у меня есть? А кто же меня так полюбит? А с кем же у меня будет такой хороший секс? Кстати, секс является тоже очень сильной эмоциональной привязкой. Просто отвечайте на этот вопрос и выписывайте все, что будет нехорошего, если этого человека не станет в моей жизни. Там будет про многое. И про деньги, и про секс, и про самооценку. А кому я нужен? А кому я нужна в свои 30 лет? Ну и так дальше. Когда вы перечитаете свои ответы, вы поймете, что вам очень сильно внушили ущербность. Вы перечитаете эти ответы, и вы поймете, что человек с хорошей самооценкой со здоровой самооценкой не будет так о себе говорить. Но вы почему-то прямо сейчас так о себе говорите. И второй вопрос, который следует задать для того, чтобы вырваться из-под власти абьюзера, звучит так. Почему мне выгодно с ним оставаться? Там могут попадаться те же вещи, которые вы прописали в первом списке, а могут выскочить и новые. И когда у вас есть два огромных этих списка, вам нужно начать усиливать все те места, которые вы выписали. Если вы являетесь в финансовой зависимости, то нужно выстраивать свою финансовую независимость. Если вы считаете, что у вас не будет такого секса, как с ним, то нужно работать с психологом над этим убеждением. Если вы считаете, что никто вас не будет таким или такой принимать, как этот человек, вам нужно найти способы в этом разубедиться. И это большая комплексная работа. Так не будет, что вы посмотрели этот видеоролик, получили 2-3 фишки, осознали из-за чего это, и раз это все получилось. Обычно жертвам абьюза нужна помощь. Либо помощь психолога, либо помощь психотерапевта, либо как минимум заручиться поддержкой близких людей и друзей. Но как же вам заручиться поддержкой близких людей и друзей, если он на протяжении какого-то времени очень сильно ограничивал ваш круг общения? Это значит, что нужно научиться и начинать свой круг общения расширять. Когда вы начнете учиться защищать свои психокомплексы, на которые воздействовал ваш абьюзер. абьюзеру это начнет не нравиться. И он может даже начать обострять свое абьюзивное поведение. Вот такое может произойти. И вам нужно к этому быть готовым и выстраивать свой островок безопасности. Прежде всего, это здесь находится. Прежде всего, психологический островок безопасности. Что вам поможет в этом случае? Вам нужно пересмотреть это видео еще раз. Посмотреть, как это происходило у меня. Найти аналогии. Осознать, на какие психокомплексы воздействует мой насильник. Что он делает? Какие мои тонкие струны души он задевает? Мою женственность? Мой профессионализм? Мою способность позаботиться о себе? Ну и так далее. Короткий итог. Самое главное. Отказаться от надежды, что он изменится. Он не изменится. Дальше. Иметь план, как вы будете защищать то, что вы выписали, отвечая на предыдущие вопросы. Вам нужно поработать со всеми этими пунктами. Можно самостоятельно. Можно с психологом. Можно просто искать видео на ютубе, как работать с ограничивающими убеждениями и прорабатывать их. Но самое главное. У вас должен быть план. И вам нужно этому плану следовать. На этом у меня сегодня все. С вами был Юрий Пузыревский. До скорых встреч. Пока-пока.